Субтитры создавал DimaTorzok В студии Екатерина Ефимова О самых главных событиях за сегодняшний день Мы расскажем в нашей программе Смотрите далее Пьяный водитель На Ленинском проспекте дорогу не поделили Автомобиль Шкода и Скутер И охрана, и торговля В Калининградском морском порту Задержан мужчина по подозрению в сбытии наркотиков Любительница чужих сумок Полицейские поймали молодую воровку Промышлявшую в торговых центрах города Пьяный скутерист Ночью в субботу на Ленинском проспекте Произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие У торгового центра Водитель Шкода не поделил дорогу С любителем двухколесного транспорта Я ехал по прямой По прямой Я говорю, ехал по прямой Он начал заворачивать сюда Ни поворот, ничего не показал Возмущению водителя скутера не было предела Правда, оказалось, что это алкоголь Подогревал в нем столь сильные эмоции По словам очевидцев, подвыпивший мужчина Сам виноват в ДТП Из-за несоблюдения дистанции на повороте Он просто влетел в поворачивающую Шкоду В результате аварии любитель зеленого змея Попал в БСМП В скором времени его ждет суд И в продолжении дорожной темы В пятницу вечером на проспекте Мира Под конец рабочего дня Столкнулись две иномарки На этом участке улицы Частенько случаются аварии Так и на этот раз Происшествие произошло сразу же После ДТП с мотоциклистом Хозяйка Ситроена ехала по перекрестку То ли автоледи засмотрелась в сторону сотрудников ГИБДД То ли просто не рассчитала градус поворота Но итог оказался плачевным Девушка задела синюю Тойоту Ехавшую в тот момент прямо в дорожно-транспортном происшествии Никто не пострадал А мы напоминаем, что самое интересное и значимое событие за эту неделю Вы можете увидеть в итоговой программе «Место происшествия» Она выходит каждую субботу в 19.20 только на Первом Градском канале Наркотики в порту Наркополицейские задержали охранника Калининградского морского порта 37-летний мужчина подозревается в сбытии наркотических средств Притом, по информации правоохранительных органов Свои злодеяния он совершал и на территории города И у себя на работе Мужчину задержали с поличным на проспекте Победы В этот момент он как раз только продал очередную партию наркотика Но сам подозреваемый утверждает, что героин он не сбывал А лишь хотел помочь своей наркозависимой подруге Ведь он, как никто, понимает, как тяжело без дозы Героин вы давно покупаете? Около полугода А с какой целью? Вы его сбываете? Нет, сам употребляю А употреблять у меня начали? Где-то полгода назад Героин своим клиентам мужчина передавал через забор Таким образом ему удавалось совмещать сразу же две профессии Морской торговый порт является важнейшим стратегическим объектом Безопасность которого неразрывно связана с обеспечением всего города и его жителей Поэтому контроль за пропускным режимом порта является важнейшей задачей охранных структур Однако задержанный, в чьи должностные обязанности входило обеспечение безопасности данного объекта Являясь сам наркозависимым, устроил торговлю наркотиками прямо на вверенной ему территории По имеющейся информации, среди постоянных покупателей героина были и сотрудники порта В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы Екатерина Степанова специально для места происшествия Мошенники с Пятигорска в аэропорту Храброво, сотрудники полиции на транспорте задержали 33-летнего мужчину В ходе проверки личности подозрительного пассажира выяснилось, что он находится в федеральном розыске В январе этого года в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», но он скрылся от следствия Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что в феврале 2013 года данный гражданин, являясь работником обувной фирмы в городе Пятигорске Заключил договор с аналогичной фирмой на поставку мужской и женской обуви на сумму около 6 миллионов рублей Злоумышленник получил товар, распорядился им по собственному усмотрению Однако денежные средства на счет поставщика не перевел На данный момент решается вопрос о возвращении мужчины в Пятигорск, где его дальнейшей судьбой займутся местные полицейские Сумки, куртки, кошельки Сотрудники полиции задержали молодую калининградку Женщину подозревают в многочисленных кражах По оперативным данным, воровка орудовала в кафе и торговых центрах Вырученные незаконным способом деньги злоумышленница тратила на наркотики Начала с ними, они ходили, воровали Я с ними ходила, смотрела, как они делают Потом сама начала, не стала с ними делиться Чтобы приходилось на всех делить, если вместе все делали Делили на толпу Потом поняла, что сама могу Душащипательная история 27-летней девушки уже ничуть не трогает полицейских Ученица не просто хорошо выучила уроки улицы, но и превзошла своих учителей На счету молодой воровки уже несколько десятков краж Там, в ресторане, я уже, если честно, запуталась Уже столько всего, везде переворовала Эти кадры собраны из различных мест по всему городу Кафе, рестораны и магазины Девушка воровала отовсюду В поле зрения правоохранительных органов она уже попадала Но тогда отделалась подпиской о невыезде Ведь ее малолетнему сыну пока не исполнилось и года На территории Ленинградского района, Калининградской области Участились случаи совершения краж из магазинов, также из кафе, из ресторанов Предметом посягательства сумки являются, кошельки, денежные средства граждан Все вырученные от воровства деньги Женщина тратила на героин Наркозависимой она является уже 8 лет По словам задержанной, как и кражи Пристрастия к наркотикам сначала казались ей попросту шуткой Но, отсидев в камере всего лишь сутки И осознав, что ее могут лишить родительских прав Нерадивая мать решила встать на путь истинный Я решила завязать уже все, я уже не могу Екатерина Степанова, специально для Места происшествия На этом все Если вы стали свидетелем каких-либо происшествий Или сами попали в беду Звоните на номер 555-085 Или пишите на нашу электронную почту Напоминаем, что все выпуски программы Места происшествия Дублируются на нашем официальном сайте Одинградской.ру В студии для вас работала Екатерина Ефимова Берегите себя и своих близких Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok